Начинается сезон отпусков, а общественность будоражила новости о введении курортного сбора в России. В начале мая Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму соответствующего закона проекта. Однако изменение вступит в силу только с января 2018 года. Условно, кто-то едет отдыхать, приехал в Краснодарский край, в Крым, на одну ночь, и в стоимость посещения номера будет закладываться эта ставка – 100 рублей. Аккумулироваться она будет в региональном фонде, который будет санаторно-курортный фонд называться. Деньги из этого фонда пойдут на благоустройство и улучшение санаторно-курортной инфраструктуры. Пока такой туристический налог введут экспериментально в четырех субъектах – в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Стоимость путевок, по словам турагентов, повысится незначительно. Курортный сбор будет составлять порядка 100 рублей за сутки. Поэтому в районе 1000 рублей за весь период отдыха. Такие правила уже действуют на отдыхе за границей. Например, в Италии, когда вы находитесь, вы платите от 0,5 до 1 евро за сутки пребывания. Ставку туристического налога впоследствии определят сами регионы. Но предположительно, стоимость одного дня на российских курортах не будет превышать 150 рублей. По итогам эксперимента, а завершить его планируют к 2022 году, примут решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России. Наш регион не станет исключением. Мы, к сожалению, не можем конкурировать с теми турпотоками, которые идут в южных направлениях. Поэтому вполне целесообразно нам снизить. Или это будет на порядок в количестве 50 рублей, либо еще какая-то сумма. Но думаю, что это было бы логично. Поскольку регионального бюджета, средств федеральной целевой программы не хватает на то, чтобы поддерживать туристскую инфраструктуру в должном состоянии. В этом году ивановцы смогут наслаждаться отпуском без дополнительных взносов. А следующий летний сезон покажет, лучше ли станут выглядеть города четырех пилотных регионов, где туристы доплачивают за свое пребывание. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова